Противостояние Греции и Грузии. Бойцов, которые достаточно разные по стилю ведения поединка. Но, опять же, напоминаем раунд. Первые три раунда могут вообще не учитываться, если дойдет до четвертого. И именно там им нужно выложиться. Поэтому поединок надо проводить грамотно. Крайне рассчитать свои силы. Правильно. Посмотрим, как сложится этот бой. Первый раунд. Начинается первый раунд. Да, кстати, в углу Яга Геденидзе Давид Кириа секундирует активно своему подопечному. В правосторонней стойке работает Янис Манолас. Нужно заходить за переднюю ногу сейчас Яга Геденидзе. Подлавливать его. В зале скандируют синие перчатки. Болеет, очевидно, за Яга Геденидзе. Отдает пока Геденидзе инициативу сопернику. Но как перехватывает здорово. Провел трехударную комбинацию. Однако до цели эти удары не достигли. Но во время шторма любой порт подойдет. Фронткик точно в голову. Подобно тому, что мы видели в поединке Витора Белфорда с Дэном Хендерсоном. Или Андерсона Сильвес с Витором Белфортом. Выбираете любой, что называется. Проваливает атаку неплохо Яга Геденидзе. Но это не нокдаун. Янис Манолос идет вперед. Начинает поджимать. Мощный, мощный удар в корпус. Пробивает Яга Геденидзе. Отдает инициативу. Тут же летит хайкик. И миддл. Миддл. Отличный. Хорошо у Манолоса. У Яга Геденидзе есть преимущество в дистанции. Но он им не пользуется. И вот сейчас пропускает удар навстречу. Очень опасный удар. Хорошо подловил Яга Геденидзе. И тут же флайн не летит точно в голову. Нельзя отпускать сейчас соперника. Есть возможность поработать у Яга Геденидзе. Но почему-то отдает пространство. Отдает работу первым номером оппоненту. Хотя можно было попытаться развить свой успех. Возможно учитывает, что биться на протяжении четырех раундов будет крайне энергозатратно. И важно рассчитать свои силы. Хайкик в исполнении Яниса Манолоса. Тут же лоу от Яга Геденидзе. Вот здесь в пах пришелся удар. О чем сигнализирует Манолос рефери. И дает время на восстановление рефереса оппоненту Яга Геденидзе. До пяти минут, как правило, есть возможность у бойца отдохнуть после пропущенного удара. Но обычно так много времени не требуется. Самый тяжелый удар из тех, что я видел. Пришелся на поединок Заба Джуды с Пугелем Кота. Боксерский поединок. И Заб Джуда буквально распластался на ринге. Но пришел в себя минуты за три. Ну а у нас поединок возобновляется. Яга Геденидзе попытался достать соперника. Не получилось. Пока держится на дистанции Янис Манолоса. Это выгодно Геденидзе, у которого длиннее руки, длиннее ноги. Но он пока эту самую дистанцию не использовал. Первый раунд завершен. Дима Белорусский, Габиб, Брендзона. Покупай билеты без комиссии на TNA.tickets.ru На Мьюзик Фест также можно приобрести столик Бибзона. Информации по телефону 527-85-50. Не пропустите важные события в таких диалетах. В социальных сетях, в Фейсбук, ВКонтакте. Здесь вы найдете не только свежие новости из жизни Литового дворца. Но и возможность выиграть билеты на самое интересное мероприятие в Казани. Так, поединок возобновляется на второй раунд. Янис Манолос против Яго Геденидзе. И Манолос тут же пошел на соперника. Попытался захватить инициативу. Отлично проваливает эту атаку Яго Геденидзе. Идет вперед на оппонента сам. Пробивает мидлкик. Это заруба настоящая сейчас у нас с вами, друзья. Наблюдается Янис Манолос. Не желает отступать. Он готов порубиться с соперником. Тем же отвечает Яго Геденидзе. И сейчас, возможно, мы увидим настоящую драку. То, чего так ждут зрители. Вот это сейчас здорово отбивает ноги Яго Геденидзе. Хорошая атака в его исполнении. Но отпускает снова соперника с разворота. Точно такой спиннинг-бэк. Лоу. Кик. Интересно. Обычно с разворота либо в голову, либо в корпус пробивает. Отдает сейчас пространство. Янис, вернее Яго Геденидзе поджимает Янис Манолос. Но как-то не очень уверенно действует. Все-таки ждет он атаки от соперника. Ждет того, что Яго Геденидзе поработает первым номером. И затем попытается Манолос подловить его на контур-выпаде, на контур-атаке. Вот сейчас еще одна комбинация. Идет в атаку Янис Манолос. Франк-кик в его исполнении. Но цели он не достиг. Все контролирует пока Яго Геденидзе. Пропускает все удары. Летят в молоко. Не достигают цели. Франк-кик. От Яниса Манолоса еще одна небольшая рубка в центре. Немножко снизился темп по сравнению с тем, что мы видели в первом раунде и во втором. В начале Янис Манолос идет в атаку. Вот сейчас поджимает Яго Геденидзе к канатам. Франк-кик. Теперь удар в корпус и в голову нанес Янис Манолос. Вот здесь важно Яго Геденидзе остаться на дистанции, которая ему более выгодна. А это именно дальняя дистанция или средняя. Но никак не ближняя. Ближней дистанции у Яниса Манолоса будет преимущество. Яго Геденидзе вот здесь, на этой дистанции, нужно оставлять Яниса Манолоса джебом, франк-киком, чем угодно. Но не давать сближаться. Промахивается Яго Геденидзе. А вот Янис Манолос попадает. Важно не включаться в каждый удар. Яго Геденидзе нужно все-таки больше налегке действовать. 5 секунд до конца. Пропускает Яго Геденидзе. Раунд завершен. Вот вы сейчас видите. Явида Кирилл на ваших экранах. Важно для тех, кто любит хорошо провести время. А если вы смотрите наш чемпионат, то вы точно относитесь к этому числу. Ставь и творение для ваших праздников всегда открыто в мире ресторана Айсберг. Прекрасно видно аплодорию реки Казаньки. Стабильное качество, стилизованный интерьер и индивидуальный подход делают ваше дождество поистине уникальным. Свадьба Игоря и Хирика в раке в ресторане Айсберг. Ваш незабываемый праздник пройдет на высочайшую позицию. Информация по телефону. 5, 2, 7, 8, 5, 1, 1. 5, 2, 7, 8, 5, 1, 1. Итак, все готово к продолжению. Это третий раунд. Яга Гиденидзе, Янис, Манолас, Греция против Блюзии. Третий на Казанской земле. Манолас понимает, что, возможно, второй раунд он слегка отдал сопернику и сейчас хочет реваншироваться. Ой, как здорово сейчас Яга Гиденидзе подлавливает. Ушел от атаки оппонента. Достал его апперкотом и тут же фуком. Вот здесь на дистанции нужно держать Яга Гиденидзе соперника. Не давать сближаться ни в коем случае. Манолас поджимает Яга Гиденидзе к канатам. Отрабатывает корпусы, голову, заряжает хайки. Зажимается за блоком, прячется Яга Гиденидзе. Больше налегке нужно ему действовать, больше движений. Но пока этого мы не видим. Он дает возможность поработать Янису Маноласу первым номером. В этом, возможно, его ошибка. Но, кто знает, может быть, бережет силы на четвертый отрезок боя. Все-таки это третий раунд. Осталось биться две минуты до конца. Хайкик очень мощный. Вернее, миддл кик, прошу прощения, мощный от Яниса Маноласа. Яга Гиденидзе сажат у канатов в углу. Нужно выбираться в любом случае. Очень мощный удар запускает. Пусть они в блок приходятся, но рано или поздно это скажется. Яга нужно выходить. Как хорошо Яга подловил. Вот это был удар. Но отпускает. Отпускает соперника. Вот здесь можно поработать. Гиденидзе отпускает оппонента. Все-таки снова заряжает справа и слева. Но мы видим, что Янис готов ответить. Готов ответить боковым. Боковой выбрасывает и Ягу. Но видно, что бойцы уже немножко подсели, конечно. Оба уповают на мощные удары, на жесткие попадания. Как таковой такой комбинационной работы мы здесь не видим. Скорее, одиночные выпады. И дальше просмотр соперника. А вот хотелось бы все-таки от Гиденидзе больше комбинаций увидеть в этом поединке. Больше работы по этажам. Вот здесь боковой еще справа удар. Отличный прошел у Яга Гиденидзе. Но отпускает снова. Не дожимает соперника. 19 секунд до конца третьего раунда. Действует Яга Гиденидзе только после того, как Янис Манолас проведет свою атаку. Вот здесь проваливает, но не попадает. А хороший был бы удар. Снова, снова мимо. Раунд завершен. Очень непростое противостояние, но в любом случае все решится в четвертом отрезке. Кто выложится больше, кто покажет свой максимум, тот и победит. Друзья, Лидовый дворец спорта ТАНЕФТ-Арена совместно с нашим официальным партнером авиакомпании ИВТ Аэро провели конкурс. Розыгрыш сертификата от авиакомпании ИВТ Аэро в Ярославль на два лица. Сегодня в прямом эфире в инстаграме ТНФАЙС мы определили победителя розыгрыша. И чуть позже мы его объявим. Ввиду отсутствия нокаута именно ТАЛО объявлен дополнительный четвертый раунд с обязательным вынесением цивейского решения. Итак, четвертый раунд, друзья. Он же финальный раунд противостояния между Яго Геденидзе и Янисом Манолосом. Яго Геденидзе отдает пространство Янису снова, как это было в предыдущих раундах. И Янис побежал вперед. Он понимает, что нужно забирать этот отрезок боя. Заряжает слева очень мощные удары. Проваливает атаку Яго Геденидзе. Проблема сейчас Яго Геденидзе заключается в том, что он остается у канатов. А нельзя здесь работать в глазах судьи. Сразу же предпочтительнее выглядит Янис Манолос. Яго Геденидзе пока вот здесь лоу-кик был с его стороны. Но пока он не выбрасывает то количество ударов которые нужно для победы. И посмотрите как действует здесь Янис Манолос. Какой хай-кик он зарядил. Сколько желания в этих ударах в этих ударах с его стороны. Давид Кирия кричит там ничего не работаешь. Яго Геденидзе нужно больше ударов. Но очевидно, что Яго Геденидзе подсел. Подсел и пока не восстановился. очень здорово Янис Манолос здесь действует. Потрясающе комбинирует удары. Пытается ответить Яго Геденидзе. У него получается это сделать. Есть удар и от Яниса Манолоса точно в голову. Пусть и скользь приходится, но вот здесь хотелось бы рубки увидеть. Настоящий мужской зарубы, драки в четвертом раунде, когда как раз таки все и решается. Идет вперед Янис Манолос. Выбрасывает боковые. Попытался Яго Геденидзе ответить франкки, вернее не франкки, а кроссом и тут же боковой и еще и колено. Почему не работает на расстоянии Яго Геденидзе я не понимаю. Вот здесь уповает на каждый удар свой. Пытается зарядить с каждым ударом, но все эти удары Янис Манолос видит. И поэтому вот хорошо достал апперкотом Яго Геденидзе пропускает фронт. Фронт кик. Миддл кик со стороны Яго Геденидзе. Еще один удар. Тем же отвечает Манолос. Потрясающее противостояние, друзья. Великолепный бой. Вот это удар от Яго Геденидзе. Боковой еще один. Манолос показывает, что ему все нипочем. Вот это заруба, друзья мои. Что творится сейчас на Татнефть арене? Настоящая мужская драка. У кого больше желания? 9 секунд до конца. 9 секунд уже 5, 4, 3. Побежал вперед Яго Геденидзе. Все, поединок завершен. Поединок завершен. И мне показалось, что Яго Геденидзе в этом раунде был истощен. И поэтому не показал свой максимум. Не проявил себя до конца. И поэтому я думаю, что Янис Манолос в этом бою оказался сильнее. Он в четвертом раунде смотрелся интереснее. У него было больше ударов, больше комбинаций. Он попадал чаще. Яго Геденидзе был слишком заряжен на один удар. И вот эти удары, как правило, не проходили. У него прошел один хороший апперкот и дальше боковой. Но в четвертом раунде, к сожалению, для Яго Геденидзе и, к счастью, для Яниса Манолоса Янис Манолос проявил себя лучше. Но в любом случае решать не мне. Я всего лишь говорю то, что я видел и как мне показалось решать будут судьи. И скоро мы узнаем, кто же все-таки выиграл этот бой. «Сентра»! Субтитры делал DimaTorzok По решению судей победу в этом поединке одержал боец из Греции Янис Манолас По сожалению, Илья Кагеденец был слишком заряжен и стал сталк четвертым раундом И это повлияло Спасибо за просмотр!